Вот так, где по документам. Большая сумма, пойдемте. Руки убери, сейчас сломаю. Не сломайте. Сейчас руки сломаю просто. Мужчина, давайте проходим. Я тебе обещаю, сейчас прямо руки сломаю. Заспанный неплательщик, видимо, посчитал, что лучшая защита от приставов – это нападение, и ушел в глухую оборону. На помощь калименщику приходит новая теща. Женщину, видимо, не смущают огромные долги зятя. Она уверяет, что и дом ее, и вся мебель в нем. С него все взятки гладки. Не мужчина, а коробочка с сюрпризом, удостоверились приставы. Недавно ему пришло письмо счастья со штрафом за нарушение ПДД. Но машина не его, уверял неплательщик. Сам он нищенствует, питается за счет супруги. Каждое новое слово – штрих к портрету нарушителя. А вы никогда не принимаете меры к трудоустройству, да? Почему? Нет, никто не берет. Нет, это центр занятости, встать на учет безработных. Что, вас не знают? Нет, с моим прошлым. Нет, вам так объяснили причину отказа вашей прошлой. Да, с пятью судимостями на работу не берут. А в безработице и судимостях нарушитель винит приставов. Дескать, они кислород перекрывают, сообщают о его долгах на работу. Никакой жизни нет. Я писать ничего не буду. Не умею. Умею тебе писать. Я уже видела, что вы пишете. Сколько не учусь? Я сейчас в судьбе неплательщика начнется новая полоса и новый срок. Сейчас решается вопрос о заключении нарушителя под стражу. Механизм работы с должниками у судебных приставов отлажен. С каждого долг приходится буквально выколачивать. Содержать собственных детей эта категория людей нужным не считает. Мы имеем право заходить, занимая должником помещение. Проверять его имущественное положение. Будь то он живет у тещи, то еще у кого-то. Проживает. Факт установлен. Мы имеем право. Бывают случаи, что с лестницы пытались пустить. И группа быстрого реагирования приходилось вызывать на таких неадекватных должников. В этом общежитии живет еще один уклонист. На его счету долг почти в 300 тысяч. По поводу алиментов. Сколько можно ходить-то уже? У него имеется задолженность. Он все оплачивает. Давайте документы посмотрим. Сколько можно приходить-то уже? Столько, сколько нужно. Грустный должник в утреннем одеянии печален и суров. Он тоже не работает и тоже не платит. В 11 квадратных метрах они живут вчетвером. Из совместно нажитого только дети. Мы выставляем должнику требования, предупреждаем его об уголовной ответственности. Опять же, направляем ему в центр занятости населения, чтобы он вставал на учет, как официально безработный. Рассматривал все предложения, чтобы трудоустраивался, чтобы было с чего платить алименты. Разыскиваем его имущество. Ко дню защиты детей количество рейдов судебных приставов увеличивается. Так люди в погонах делают подарок несовершеннолетним. Стараются взыскать алименты с их отцов. Город должен знать своих антигероев в лицо. Мария Авдеева, Андрей Семиволков, РТВ Иваново.